Кадровые перестановки в округе назначен новый федеральный инспектор. Среда станет доступнее, администрация округа выделяет средства на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Вверх по печорьям наша съемочная группа отправилась на промысловые участки и узнала, как ловится рыбка. Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. Арктика под охраной и президент России утвердил новую редакцию морской доктрины. Во время празднования Дня военно-морского флота России в Калининградской области Владимир Путин провел совещание, результатом которого стало появление новой редакции морской доктрины России. Основной акцент в этом документе сделано развитие атлантического и арктического направлений. Арктика – свободный выход России в Атлантические и Тихие океаны, Северный морской путь и ресурсы континентального шельфа. В доктрине подчеркивается важность сохранения России статуса великой морской державы. Цели России – интеграция в мировую экономику и дальнейшее развитие экономики, национальность, использование возможностей и ресурсов мирового океана, укрепление позиций России на базе взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. Главным федеральным инспектором по Ненецкому округу назначен Степан Бобрецов. Соответствующее распоряжение подписал полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Степан Минович Бобрецов родился 21 января 1968 года в Усть-Цилимском районе Коми-СССР. В 1993 году окончил Сыктывкарский государственный университет. В 1986-1988 годах служил в рядах Советской армии. В 1995-2008 годах проходил службу в органах внутренних дел. Ранее Степан Бобрецов замещал должность федерального инспектора по республике Коми. Более 12 миллионов рублей потратит округ на улучшение доступной среды. Окружные, федеральные и муниципальные средства ориентированы на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие новшества ждут их в этом году, обсудили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. В сентябре в комплексный центр социального обслуживания поступят две газели с подъемниками. Они будут развозить людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти связи газельки приобрести, это я считаю разумно, очень разумно. И наличие автобуса, это насколько я разговаривала, им как раз нужно в бассейн свозить и на прием к врачу, и в баню. Это очень мобильно и очень здорово. Одно из приоритетных мероприятий программы «Доступная среда» на 2015-2016 годы – оборудование зданий пандусами. В этом году его установят в отделении социальной защиты населения. В Пустозерском доме-интернате установят перила, поручни, ограничители и таблички. Оборудовать другие часто посещаемые учреждения пока невозможно. Однако в регионе, где проживают около трех тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, решать эту проблему намерены. Может быть, пойдем по пути действительно приобретения какого-то недорогого разборного мобильного комплекса, чтобы можно было использовать это в учреждениях, которые не так часто посещаются инвалидами. Вот, например, есть требования, чтобы во всех школах были эти пандусы. Но если только в одной из пяти школ учится ребенок-инвалид, которому нужен этот пандус, нужно посмотреть, есть ли необходимость в каждой школе делать этот пандус. Рассмотрели на Координационном совете и вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. За первые полгода в Центр занятости обратились 29 незанятых граждан. Зарегистрированы в качестве безработных 18. Несмотря на наличие вакансий, не все могут найти себе работу. Не позволяют физические и психологические особенности здоровья. Этот вопрос решается в том числе квотированием рабочих мест. На сегодняшний день у нас существует положение о квотировании рабочих мест для инвалидов, если численность, среднесписочная численность работников организации составляет 100 человек. То есть квотируется 5%, 5 рабочих мест для инвалидов. Сегодня в Центре занятости можно найти 22 вакансии по квоте. Тем, кто желает открыть собственный бизнес, тоже помогут. 300 тысяч на развитие дела и компенсация расходных материалов. В 2015 году этой льготой воспользовались два человека. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Телеканал Север. Дело сдвинулось с точки. Проект рыбоперерабатывающего цеха подготовит компания из Новосибирска. В ходе электронного аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью архитектуры 21 века. Начальная цена контракта превышала 3 миллиона рублей. Компания из Новосибирска предложила выполнить работы за 2 миллиона 200 тысяч. Это сэкономит окружному бюджету свыше миллиона рублей. Предполагается, что цех будет работать в одну смену и производить в сутки 350 килограмм продукции холодного копчения, 250 килограмм горячего копчения, по 200 килограмм мороженой рыбы, вяленой продукции и фаршевых изделий, а также 100 килограмм рыбных пресервов. Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая на территории округа. В рамках проекта также предусматривает открытие двух модульных рыбоприемных пунктов в селах Коткино и Великовисочное для первичной обработки рыбы. На промысле планируется задействовать не менее 325 рыбаков. Прием сырья от рыбаков, отбор по качеству и доставка в летний период будет осуществляться рыбосборщиками или вертолетами, в зимний период – снегоходами и вездеходами. Рыбоперерабатывающий цех еще только собираются проектировать, а на рыбопромысловых участках округа стартовал промышленный лов биоресурсов. Началась летняя осенняя путина. Скоро на прилавках магазинов появится первая ряпушка и другие ценные породы рыб. В этом лично убедилась наша съемочная группа. Вместе с моим коллегой-телеоператором мы отправились вверх по печоре и узнали, как ловится рыбка. Рыболовецкий участок Угрависка. А здесь, в ста километрах от Наринмара, в верховьях Печора, ведется промысел одной из самых ценных видов сеговых рыб ряпушки, также известной как зельдь. Эту мелкую рыбку жители округа очень любят и буквально сметают с прилавков магазинов. А между тем, добыть ее не так-то просто. Это тяжелый труд. В один голос говорят опытные рыбаки. На участке Угрависка сегодня работает семь человек. Но скоро бригада ждет подкрепление. Вместе с бывалыми рыбаками на промысел каждое лето приезжают молодые ребята. Дмитрий Новолодский, студент аграрно-экономического техникума, работает здесь уже четвертое лето. Здесь здорово. Ловим рыбам. Сейчас, правда, в плохой сезон. Пока рыбы мало, ждем, когда появится побольше. Хоть будет приятнее ловить. А ловить действительно будет штом. Наиболее крупные стада пойдут в августе, говорят старожилы. План Путины большой – 16 тонн. Времени до конца сентября. Чтобы обеспечить такие объемы, сети ставят по пять раз в день, а то и больше. Но самая тяжелая, почти ювелирная работа начинается после. Каждую рыбку нужно достать, буквально выпутать из сети руками. Нелегкий труд. Впрочем, поймать рыбу мало. Главное ее сохранить, делится опытом бригадир Василий Симакин. На этом участке он работает без малого 20 лет. Вся система уже давно отлажена. После добычи партиями ряпушка отправляется на переработку. Ехать недалеко, в ближайшее село Вельковисочное. Потом мы ее сдаем на рыбцах. Там ее морозят, пакетируют. И на линварь, на копчение. После, готовая к употреблению, ряпушка попадает в окружные магазины. Вместе с ней на прилавки поступает и другой деликатес. В науке лосось атлантический, в простонародье – семга. Ее промысел также ведет рыбак-колхозсоюз на трех участках. Основной промышленный лов происходит на участке Карпова, недалеко от деревни Андик. На этом участке есть вся инфраструктура для дальнейшей переработки семги. Здесь ее потрошат, моют, заворачивают в пищевую пленку, замораживают и по мере накопления отвозят на ринмар. Ловом в Карпова занимаются четыре человека. За два месяца рыбаки должны сдать больше трех тонн ценной рыбы. Ребята работают сами, они стараются, чем больше выловить, тем зарплата им. Пока, по словам рыбаков, ловы их не радуют. Но лиха беда начала времени у рыбаков до конца сентября. Они уверены, все планы и квоты к этому времени будут освоены. Квоты мы имеем на ряпушку, мы имеем где-то порядка 35 тонн нам. Имеем квоты, примерно столько ее необходимо для города Наринмара, допустим, для нашего округа. А семги мы имеем где-то порядка тонн 6, 6,5. Появились первые ловы, они немножко, чуть немножко рыба идет позднее, чем в прошлом году. Ну, надеемся еще раз, по рыбакской удаче, надеемся, что, в общем-то, мы ее возьмем целиком. Тем не менее, первая рыба уже появилась в магазинах. На следующей неделе на прилавках появится ряпушка и сик. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север». В погоне за дикоросами жители округа забывают про собственную безопасность и теряются в лесах. Найти и доставить домой окружные спасатели открыли сезон поиска грибников. Экстренные службы Наринмара по тревоге были стянуты к котельной номер 3. Под землей произошло серьезное ЧП. Качегары не дремлю даже летом. Из-за июльского холода в Великовисочном возобновили отопительный сезон. Официально его закрыли в середине месяца. Однако уже через две недели коммунальные службы повторно запустили одну из котельных. Топят котлы новым углем из Кузбасса. В село его доставили во время так называемого «Северного завоза». Сейчас как бы кочегары, которые ради испытания топят этим кузбасским углем, то они очень довольны. Мало шлака, горит дольше, чем интинский. Плюс, ну и работа, естественно, меньше у кочегаров. На сегодняшний день Великовисочная к зиме практически готова. В населенный пункт в полном объеме завезли уголь и дрова. Дестопливо доставлено наполовину. Вторую партию в селе ждут уже осенью. А вот жителям Тошвиски и Щелины на этот раз пришлось изрядно поволноваться. Уголь в эти населенные пункты доставили с опозданием. Препятствием послужило большой уровень воды. И, допустим, когда пришел уголь на Тошвиску и Щелины, не было возможности там его отгружать. Был перевезен в село Великовисочное. И как бы пришлось сделать переблокировку, перекидку этого угля. Ну, в итоге второй партией мы завезли Тошвиску и Щелины. Нашли и доставили домой. Уже девять грибников с начала сезона заблудились в лесу. Сотрудникам МЧС не пришлось прибегать к помощи авиации. Справились с наземными средствами, доложил на планерке первозаместитель начальника главного управления МЧС ПАНАО Виктор Ивкин. Проводились поисковые работы в районе Великовисочного. Потерялось четыре человека. Все найдены в состоянии удовлетворительной. Второе. В первой поиске у нас проходили в районе первой томарки. Также две женщины потерялось. Лоби найдены в состоянии удовлетворительной. Доставлено место проживания. Охотники за дикоросами потерялись в районе села Великовисочное, куда добрались на лодке. Сбившись с пути, жители обратились по телефону службу 112. Спасатели, выехавшие на место, помогли им выйти из леса и найти лодку. Последнее происшествие случилось неделю назад в районе Тамарки, недалеко от Наринмара. Женщины заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти свой автомобиль. Спасатели за короткое время вывели их из леса. А там, где пройти пешком невозможно, спасатели для поисков грибников используют современную спецтехнику. На этот раз сотрудники МЧС испытали болотоходы Арго. Эти маленькие гусеничные вездеходы способны преодолеть любую местность и в любое время года. Они даже плавают. Скорость, правда, небольшая, всего 25 км в час. Зато какая проходимость. Во время специальных учений опытные спасатели обучили молодых управлять болотоходами, работать с GPS-навигаторами и картами, а также ориентироваться на местности и оказывать помощь сблудившимся. Ни для кого не секрет, что во время ягодно-гребного сезона у спасателей традиционно прибавляется работа. Ежегодно в лесах Ниницкого округа теряются десятки людей. Происходит это потому, что многие грибники забывают об элементарных правилах поведения на природе. Экстренные службы Наринмара по тревоге сегодня были стянуты к котельной номер 3. Под землей произошло серьезное ЧП. Человек, который работал внутри теплового колодца, потерял сознание. Скорее всего, из-за попадания в легкие ядовитого газа метана. Таков был сценарий очередных учений газоспасательного отряда поисково-спасательной службы. Как это было, расскажет Олег Котанзейский. На место ЧП спасатели прибыли за считанные минуты. Несколько секунд на сборы и спецоперация начинается. На дне теплового колодца, его глубина от 3 метра, находится мужчина. Вероятно, он без сознания. Во время работ под землей пострадавший отравился ядовитыми парами газа. С помощью этой треноги альпинистского снаряжения под землю спускают сотрудника газоспасательного отряда. С собой баллон сжатым воздухом для пострадавшего. По рации передают. Мужчина без сознания, но пульс не пропал. На человека одевают маску с кислородом, прицепляют к тросу и в срочном порядке поднимают на поверхность. Газоспасательный отряд в поисково-спасательной службе появился 7 лет назад. Именно эти специалисты выезжают на происшествия подобного характера. Впрочем, в реальной жизни спасать людей, которые отравились в колодце парами метана, пока не приходилось. Вот именно такого в Норинмаре не было. В целом, вообще по России, да, было и да, часто. Проваливались в люки. Лично у нас тоже было, тоже доставали, но пока без оборудования. Ну, всякое бывает. Тренироваться надо. Один из трагических случаев произошел в Воронежской области. В канализационном коллекторе погибли сразу 4 человека друг за другом. Все задохнулись ядовитым газом. В колодце он копился несколько месяцев. Выжил лишь один. Я только его ухватил, такой упал, я держал его. Я не помню, я сознание потерял. Все. Только его держал. Чтобы он не захлебнулся. И это отнюдь не единственный случай. Ежегодно на дне колодцев гибнут десятки людей. Причина одна – отравление метаном. Оказавшись там, на глубине всего нескольких метров, человеку достаточно вдохнуть небольшое количество ядовитого газа. И тогда шансы на спасение приравниваются практически к нулю. Если человек оказался на дне колодца, ему нужна помощь, срочно звоните спасателям. Ползти туда самому категорически запрещено. Всего несколько вдохов и помощь потребуется уже вам. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На телеканале «Север» стало еще теплее и ярче. На радость себе, проходящий мимо, «Север» начал цвести. Атлантический морж под защитой ученых. Сотрудники заповедника Ненецкий вышли в Баренцево море для наблюдения за краснокнижным животным. Территория заповедника Ненецкий включает в себя острова в Баренцевом море, куда ежегодно приплывает Атлантический морж. Долгий, Матвеев, Галис, Большой и Малый Зеленцы. Стая млекопитающих насчитывает до 120 особей. Сотрудники заповедника и Совета по морским млекопитающим фиксируют численность животных, их поведение, сроки миграции. Ведутся у нас так называемый документ заповедника «Летопись природы», который мы ежегодно сдаем. В эту летопись природы проходят все наши наблюдения за животным, растительным миром и другими природными явлениями. Эти данные будут интересны и для мировых сообществ, поскольку животное внесено в Международную красную книгу. На сегодняшний день популяция моржей нестабильна. Совет по морским млекопитающим признал этот вид самым уязвимым к нефтегазовому загрязнению природы. Цветущие клумбы создают настроение лета. Ненецкая телерадиокомпания решила добавить городу красоты и оформила вход в офис с цветами. Мы просто отвезли пустые вазоны в комбинат «Солнышко», где профессионалы по всем правилам посадили в них цветы. Трудность была только одна – выбрать из многообразия готового посадочного материала что-то одно. По совету специалистов, мы остановились на желтых и оранжевых шарах бархатцев. Они адаптированы к нашему северному лету и могут простоять до первых заморозков. Вот так можно сделать красивыми не только клумбы возле административных зданий, но и каждый двор нашего города. Далее прогноз погоды.